1 августа, день памяти русских воинов, погибших в Первой мировой войне. По традиции в этот день председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин возложил венок к обелиску в мемориальном парковом комплексе на севере Москвы. В 20-е годы прошлого века на территории нынешнего парка, что неподалеку от метро Сокол, располагалось братское кладбище, где были захоронены 18 тысяч солдат, участников Первой мировой войны. Из года в год члены российского исторического общества приходят сюда, чтобы отдать дань памяти русским солдатам и офицерам, павшим за отечество. Русская армия сыграла колоссальную роль в победе союзников над врагом, но при этом Первая мировая обернулась для нашей страны, конечно же, трагедией. Правящие элиты царской России и их внутренние политические противники не смогли сохранить единство страны перед лицом внешней угрозы, а внешние враги делали все возможное для того, чтобы усилить раскол российского общества на две непримиримые части. Председатель Рио упомянул, что именно в годы Первой мировой войны австрийский генштаб впервые вооружил украинских националистов, так называемых сечевых стрельцов против России. Кроме того, начавшаяся в те годы русская революция подорвала и военно-дипломатические позиции нашей страны. В итоге война завершилась для нас парадоксальным итогом. Россия проиграла потерпевшие поражения стране. Этим, естественно, воспользовались наши бывшие союзники. Спустя годы, уверен Сергей Нарышкин, необходимо помнить историю и делать правильные выводы. Только единство общества делает Россию несокрушимой. Потребовалось время, чтобы осознать эти горькие для нашей страны уроки. И уже 20 лет спустя, столкнувшись с веролонной агрессией гитлерской Германии, Советский Союз встретил врага единым и несокрушимым фронтом и одержал решительную и окончательную победу над врагом. Сергей Нарышкин также возложил цветы к могиле великого князя Николая Николаевича-младшего. В годы Первой мировой он командовал всеми сухопутными и морскими силами Российской империи. В 2015 году прах великого князя и его супруги перезахоронили в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище. Служба информации фонда История Отечества.